Субтитры подогнал «Симон» Любить страну, как Абай. Североказахстанцы обсуждают статью президента республики Касым Жумарта Токаева. Она посвящена 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Для того, чтобы достойно отметить юбилей великого сына нашего народа, специально созданная комиссия начала подготовительную работу. Планируется организовать масштабные мероприятия на государственном и международном уровнях. Но все это проводится не для веселья, а для расширения нашего кругозора и духовного развития. С этой же целью в ноябре 2019-го в областной библиотеке имени Сабита Муканова открыли центр, посвященный казахскому поэту, композитору, просветителю, основоположнику казахской письменной литературы Абая Кунанбаеву. На стенах его портреты, на полках, книги, монографии, исследования на самых разных языках. Переводчики всего мира считают честью прикоснуться к творчеству выдающегося мыслителя, чтобы стать частью уникальной и неповторимой степной культуры. В фонде нашей библиотеки 300 книг, посвященных Абаю Кунанбаеву и написанных им. Сто из них мы поместили в центр. Выбрать было непросто. Каждая работа, мысль, стих Абая заслуживают отдельного внимания. В канун 175-летия мы решили подарить такой центр своим читателям. Они в основном приходят по выходным, поэтому в будни здесь так немноголюдно. Приятно видеть молодежь. Часто приходят школьники. В своей статье о казахском поэте и просветителе глава государства Касымжумар Тукаев отметил, что такие центры должны быть открыты при всех казахстанских посольствах. К слову, одной из них, только не отечественная, а бельгийская, подарила североказахстанскому книжному храму две книги Абая Кунанбаева, переведенные на французский язык. В 2020-м в честь юбилея выдающегося творца его работы переведут на 10 языков. А еще к 175-летию о нем снимут телесериал, сделают документальный фильм. Кроме того, казахстанцы смогут увидеть новые театральные постановки и музыкальные фестивали, посвященные Абая Кунанбаеву. Все это будет делаться для модернизации общественного сознания казахстанцев. Такие же цели перед собой и окружающими ставил всю свою жизнь великий сын казахской степи. Он стремился показать своим примерам молодому поколению, что никогда нельзя стоять на месте. Нужно постоянно развиваться интеллектуально и духовно. Интересоваться музыкой, поэзией – все это прививает вкус, развивает мышление, стирает его ненужные границы и страхи. Ведь только так можно модернизировать свое сознание. К этому сегодня стремятся казахстанцы. С этой же целью Абай Кунанбаев оставил следующим поколениям сотни стихотворений. Прошлым летом глава государства прочитал одну из них, запустил своеобразную эстафету по всей стране. Челлендж чтения стихов Абая вышел далеко за пределы страны. До конца года выдающиеся зарубежные личности и просто любители творчества казахского поэта записывали видео, где читали его стихи и выкладывали их в социальные сети. Глава региона Кумар Ахсакалов посетил ряд струющихся объектов в Петропавловском. Один из них – ультрасовременная школа в Жасуркене. Светлые классы, просторные коридоры уже завезли новую мебель. Кстати, местного производства. Скоро установят шкафчики для учеников. Здесь школьники будут проводить значительную часть времени, говорит глава региона. Потому обстановка должна быть позитивной. Добавить яркие цвета можно в коридоре. Главное, чтобы спешка не отразилась на качестве. Подрядчик пока отстает от графика. Школа должна была быть завершена до конца года. Поэтому за несовременную сдачу сейчас уже начислены штрафные санкции. Подрядчиком является компания «Севинсталькон». 2019 год для данной компании был довольно-таки тяжелым. Очень много было нареканий со стороны заказчиков. В том числе и от нас идут нарекания. Но школа, тем не менее, будет сдана, я думаю, что до конца января. В этот объект вложили свыше полутора миллиарда тенге. Такую же школу возведут по улице Уалиханово. Их строительство поможет решить проблему трехсменного обучения в Петропавловске. У нас останется только решить проблему аварийных школ. Это в Таинше и Вишневке. Сейчас вот над этим работаем. В прошлом году со 42 учебных учреждений приведен капитальный ремонт. Там приведен в соответствии температурный режим во многих объектах, потому что было много нареканий на перерасход электроэнергии, тепла. В этом году капитальный ремонт проведут больше, чем в 60 объектах образования. А вот ветхое жилье, которое еще осталось в Жасуркене, никаким ремонтом не спасти. Скоро под колеса тяжелой техники пойдут дома по второй линии улицы Горького. На их месте уже в середине апреля начнут строить многоэтажки. Современные и теплые. Как вот эти две 64-квартирные, в одной из которых североказахстанцы уже отметили новоселье, благодаря госпрограмме 7-20-25. А вот реализация жилья во втором доме только началась. Свободная планировка, 190 тысяч тенге за квадратный метр. Покупкой заинтересовались 50 человек. Спрос всегда большой, если строишь на совести в хорошем районе, говорит глава региона. В 2018 году было построено 2068 квартир. В 2019 году по итогам 2587 квартир. А в 2020 году будет построено уже 2800 квартир. Ну это, я думаю, что мы под 3000 все-таки выйдем. Современный подход предпринимательства. В Петропавловске завершается возведение оптово-распределительного центра. 6000 квадратных метров, цеха и склады, офисные помещения. Все для удобства бизнесменов. Здесь же заплатили налоги, то есть никуда не надо ходить, никакие кабинеты, никуда не надо ездить по городу. Для предпринимателя важно не тратить свое время. Сэкономить он и деньги. В таком центре посредники не нужны. Работать можно напрямую с потребителем. Значит и цена товара снизится. Заинтересовались не только местные компании, но и бизнесмены из других регионов страны. На месте вот этих развалин появится завод по выпуску ламинированной фанеры. Без нее в строительстве никуда, потому и спрос большой. А вот предложение намного отстает. В стране есть только один такой завод. Потому фанеру мы вынуждены привозить из соседних стран. Но скоро перспективное производство появится и в нашей области. Завод будет в год изготавливать 18 тысяч кубов ламинированной фанеры. В общем, будет использоваться казахстанская береза, сырье. Ламинат, сам ламинат будет производиться и предоставляться из Германии. Оборудование будет немецкое, турецкое и Дальний Восток. Появится 150 новых рабочих мест, а 10 тысяч квадратных метров, которые были заброшены последнее десятилетие, наконец принесут пользу. Да и в целом деревообработка очень перспективное и выгодное направление, говорит Кумар Аксакалов. Плюс местная береза. Мы можем закрыть годовую потребность без проблем, только местные свои продукции. Это означает, что работа для лесхозов и работа для переработчиков и хорошие налоги для нашей области. Завод запустят в конце 2020-го. В это же время завершится и реконструкция вокзала. Сейчас идет последний этап, самый масштабный по работам и вложениям. Потратят 3 миллиарда тенге. На эти средства установят лифты и эскалаторы. Теперь жителям и гостям города не придется с большими и тяжелыми чемоданами подниматься по крутым лестницам на третий этаж, а потом еще и спускаться. Перед зданием вокзала сделают пристройку с эскалаторами. Он может не заходить внутрь вокзала сам, а сразу подняться на эскалатор на третий этаж. Попадает он на третий этаж эскалаторов, там он попадает на конкорс, где будет два лифта располагаться на вторую и третью платформу и два спуска обыкновенных. То есть у пассажира есть вариант или дождаться лифта, если он занят, подождать какие-то секунды, или если у него нет с собой багажа, он может спокойно спуститься на платформу вниз. Уберут киоски, расширят зал ожидания, проведут ремонт. Здание обретет современный эстетический вид, как внутри, так и снаружи. В этом году мы договорились по двум киоскам. В ближайшее время начнется снос этих киосков. Ремонтировать будем площадь, соответствующие средства заложены, озеленение будем восстанавливать, работающие когда-то фонтаны. Саму привокзальную площадь расширят и сделают отдельную полосу для автобусов, чтобы пассажирам не приходилось нести сумки и баулы за 200 метров. В Североказахстанской области с рабочим визитом прибыли депутаты Сената и мажилиса парламента. В Петропавловске они провели прием граждан в филиале партии «Нуратан». Проблемы, с которыми жители пришли к парламентариям, касались разных сфер. Бутакос Баймагометова обратилась с вопросом, который почти год не дает спокойно спать ей и ее семье. Арестованные считают запрет на выезд из страны. И все это из-за неуплаченного налога на транспорт на три автомобиля. Немного не мало – 200 тысяч тенге. И все бы ничего, говорит женщина, только машина она продала почти 10 лет назад. Обращалась в разные инстанции, но вопрос пока остается открытым. В такой ситуации Бутакос оказалась не одна. Сенатор Ольга Перепечина отметила, с такой проблемой уже не первый год сталкиваются в каждом регионе страны. Эту проблему, как мы сейчас поняли, что действительно на местах еще есть очень много вопросов по корректности и чистоте баз данных. В этом году база ГАИ, комитет государственных доходов, должна быть синтегрирована, очищена. Все центры по недвижимости, все базы государственных органов, которые связаны со всеобщим декларированием по налоговлажению физических лиц. Вопрос перезахоронения солдат Великой Отечественной войны тоже не остался без внимания. Родственник Абудус Мухамбетова, Сейльбек Башимов, уверен, останки героя Советского Союза должны находиться на исторической родине. Сейчас они в городском парке Чернобыля. Хотелось бы, чтобы к 75-летию победы вопрос решился, говорит Сейльбек. Депутаты его идею поддержали. Я этими делами занимался. Давайте я разберусь. Это, в принципе, возможно. Вопросы развития малого и среднего бизнеса, земельные, налоговые. Всего на прием депутатам в этот день пришли 5 человек. Увеличение зарплаты и стимулирующие бонусы для учителей 2020 год начался с радостного и долгожданного события. Вступил в силу закон о статусе педагога. Имейте в виду, дети, всякое нарушение дисциплины я буду строго пресекать. Для советских школьников увидеть двойку в дневнике было самым страшным сном. А если еще и отчитают при всем классе, сквозь землю можно было провалиться от стыда. Стояли покраснев с опущенной головой. Авторитет учителя был непоколебим, говорят выпускники советских школ. Родители всегда защищали учителя, чем прежде нас. Потому что, наверное, говорили, ну значит, если ругают, значит, где-то что-то, наверное, ты натворила или еще что-то. Если учитель проходил, где-то там заходил в магазин, мы туда не заходили, стояли потихонечку в углу. Вот настолько. А теперь я понимаю, что это просто уважение такое. А вот сейчас за плохие оценки некоторые родители обвиняют педагогов. Мол, плохо объясняют или относятся к детям предвзятым. Такую сторону тоже нельзя исключить. Но ни при каких обстоятельствах ни ученики, ни их родители не имеют права оскорблять или унижать преподавателей. Однако иногда дело доходит даже до рукоприкладства. Причем как со стороны учителей, так и со стороны школьников. В работе Рахата Зимбаевой бывало разное. Приходилось усмирять и школьных хулиганов, и подтягивать двоечников, и отстаивать свой статус. На груди учителя с 30-летним стажем сейчас блестят государственные награды. Но даже звание лучшего педагога страны не защищало ее от грубости подростков. С ними учителя часто сталкиваются в начале карьерного пути. Дети дерзили, было такое. Был ребенок у меня такой, Конев, я его фамилию даже помню. Он взял и положил ноги на парту. Как бы тебе не было трудно, как бы тебе не было горько, как бы тебе не было обидно, ты должен себя сдерживать. Сдерживают себя педагоги, когда выполняют роль массовки. Какая бы ни была погода, во время праздников или спортивных мероприятий часто можно было увидеть знакомых учителей. Доставалась им и более сложная внеурочная работа. Нас не будут привлекать несвойственные нам работы. Раньше вы знаете же сами, начинается переписка, учителя по всем дворам ходят. Где-то собака может укусить или где-то что-то. Вы знаете, выборы начинаются, опять учителя. Субботники опять учителя. Положить этому конец должен новый закон о статусе педагога, который вступил в силу с нового года. Никаких принудительных подписок на газеты, не предусмотренные законом отчеты и проверки тоже запрещены. Больше прав и поощрений, и в первую очередь материальных. В два раза повысят надбавку за проверку тетради и классное руководство. Увеличится и оплата труда. На 25% повышается заработная плата с 2020 года и два раза в течение четырех лет. Вводится доплата за степень магистра научно-педагогического направления в размере 10-месячных расчетных показателей по основному месту работы. Вводится государственная награда казахстанным Ембегасенергенстазе с единовременным пособием в размере 1000-месячных расчетных показателей. Это свыше 2,5 миллионов тенге. Поощрять выдающихся педагогов теперь могут и местные власти. Но стимулирующие выплаты не должны быть меньше 300 МРП. Это почти 800 тысяч тенге. Приятный бонус в виде трех должностных окладов получат и те, кто подготовил призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. А еще педагогам будут предоставлять земельные участки и служебное жилье. Подумали и о детях педагогов. Им места в детских садах предоставляют первоочередно. Ребята, в магазин будем играть? Да! Давайте! На работников дошкольного образования закон и все его приятные бонусы тоже распространяются. Такого внимания они давно не получали, говорят в детских садах. Нас, так скажем, называли горшками. То есть мы начальное звено, которому не было такого внимания со стороны государства и общества. Вот именно принятие закона о статусе педагога уравнял нас с правами учителей, поднял на одну ступень с учительством. Кроме этого, продолжительность трудового отпуска увеличена с 42 до 56 дней. А от оскорблений преподаватели защитит поправка в Кодекс об административных правонарушениях. За это придется выплатить штраф порядка 30 МРП. Учителя надеются, что сейчас, после вступления закона о статусе педагога в силу и повышения зарплаты, поднимется престиж профессии. С Нового года размеры социальных выплат, пособий и пенсий в республике увеличились на 5-7%. В Северном Казахстане эти изменения коснутся почти 136 тысяч человек. Больше с Нового года будут получать и те, кто обучается в высших учебных заведениях, и те, кто находится на заслуженном отдыхе. С 1 января минимальный размер пенсии в стране составил 38 636 тенге. Это на 2,5 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. На 5% стало больше и минимальная базовая пенсия. Размеры пенсионных выплат по возрасту с 1 января 2020 года повышены на 7% от размера получаемых пенсионных выплат в 2019 году. На сегодняшний день по области средняя пенсия с учетом базовой пенсионной выплаты составляет 88 431 тенге. В прошлом году она составляла 83 232 тенге. Также на 5% увеличился размер государственных социальных пособий по инвалидности в случае потери кормильца. Настолько же больше будут получать родители и опекуны детей с ограниченными возможностями. Изменения коснутся и тех, кто собирается в декретный отпуск. Если на рождение ребенка, первого, второго, третьего ребенка в прошлом году единовременная выплата составляла 95 950 тенге, то в текущем году будет составлять 100 738 тенге. И на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составляет 167 013 тенге. В прошлом году составлял 159 075 тенге. Малообеспеченные семьи также будут получать АСП. Только теперь, если трудоспособный родственник отказывается работать, выплат лишится не только он, но и вся его семья. Это одна из мер, которая поможет искоренить иждивенчество. Планируется, что в нашей области АСП будут получать свыше 2000 малообеспеченных семей. Это почти 8500 человек. И доказывать свои доходы им придется намного чаще. В 2019 году назначение было почти годовое, на полгода, на год. Теперь мы возвращаемся, как раньше было, к ежеквартальному назначению адресной социальной помощи. Определен критерий 70% от прожиточного минимума региона. Поддержкой малообеспеченных семей станет и гарантированный социальный пакет. Малышам предоставят детское питание и средства гигиены. А школьникам, семьи которых получают АСП, организуют горячее питание в школе стоимостью 300 тенге в день. Кроме того, в месяц им дадут чуть больше 2000 на проезд. Помогут из покупки одежды и школьных принадлежностей. А многодетным семьям будут выплачивать пособия, размер которых не зависит от дохода. Влияет только количество детей. Если их четверо, то размер пособия составит 42,5 тысячи тенге. Семьи с пятью несовершеннолетними выплатят чуть больше 53 тысяч. С шестью детьми почти 64 тысячи тенге. На 10 тысяч больше получат те, у кого семеро детей. Помогут многодетным и малообеспеченным семьям с трудоустройством и открытием своего дела. Для этого в госпрограмму «Янбек» внесли изменения. Получателям АСП теперь не обязательно проходить обучение навыкам бизнеса. Раньше оно было обязательным. Гранты определены в размере 200 минимальных расчетных показателей. Это порядка 530 тысяч тенге. На этой цели также у нас в бюджете предусмотрено 370 миллионов тенге. А многодетным семьям помогут с льготным кредитованием. Процентную ставку для них снизили с 6% до 4. И выплачивать кредит можно дольше. Вместо 5 на погашение задолженности есть 7 лет. В стране внедрили новый государственный стандарт звукового и светового обеспечения машин скорой помощи. Это нововведение жители Петропавловска активно обсуждают в социальных сетях. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, что происходит в нашем городе. Все новогодние праздники скорая помощь днем и ночью ездила с включенными сиренами. Ладно, если бы только днем, но то же самое происходит и ночью, когда движения автотранспорта практически нет. Это что, какой-то новый закон в связи с реформами в медицинской отрасли? Вчера ночью четыре раза просыпалась отвоя сирены под окнами. Просто невозможно стало спать по ночам. Как и оставаться в стороне от этого комментария. За два дня своим мнением о нем в социальных сетях поделились около 300 человек. У некоторых из них звуки сирен скорой помощи в праздничные дни, когда хотелось думать только о хорошем, вызывали чувство тревоги, а еще мешали отдыхать. К слову, свои недовольства петропавловцы высказывают не только в интернете. Поступают звонки от них и диспетчерам областного центра скорой медицинской помощи. Потому что народ не уступает дорогу, нам необходимо быстро доехать к категории срочностью. Положено, если будет без сирены, то же наказывают. Почти минуту диспетчер объясняла человеку на другом конце провода, для чего скорая передвигается по городу со специальным сигналом. Такие звонки отнимают время не только медицинских специалистов, но и тех петропавловцев, кто нуждается в экстренной госпитализации. Заня приняли диспетчера вызов, который по области обслуживали. Первый, третий категория 583 вызовы обслуживали. Из них по городу за сутки 221 вызов поступает около 700. В новогоднюю ночь и остальные праздничные дни количество звонков скорой помощи увеличилось практически вдвое. Бригады работали в усиленном режиме. По стандарту, чтобы добраться до больного, медикам необходимо от 10 до 30 минут. На менее важные вызовы им дается час. Начиная с первой и третьей категории, от момента вызова по получению до прибытия должен быть мигалка и сирена, должен двигаться в скорую помощь. Во-вторых, еще плюс пациенты, если нуждается в госпитализации, от дома до ближайшей стационар, должен быть тоже, вот это первая категория, сиренем доставлять. Девятый гипноз гипнозу. Девятый. Принять вызов, определить, к какой категории он относится, направить в машину скорой помощи. Все это, как выяснилось, задача не самой сложной. Трудности медицинских бригад начинаются в пути на вызов. Время в пути медицинских работников порой затягивается из-за людей, которые не пропускают скорую на пешеходных переходах. Вторая проблема – водители. Некоторые из них так спешат, что позволяют себе идти на обгон или просто не уступать дорогу. Естественно, когда ты едешь с мигалками, с звуковым спецсигналом, все слышат, все уступают. Сейчас в среднем время доезда по второй, даже третьей категории, минут 12. Естественно, по первой категории время доезда еще меньше. То есть водители едут гораздо быстрее для оказания помощи. Понимают и уважают труд медицинских работников. Таких петропавловцев, как показал опрос нашего телеканала, все же большинством. Их звук сирен машин скорой помощи не смущает. А видите, как водители, они не уступят. Если мне в час ночи давление подскочило первое, что мне делать? Я вызывала скорость. Кому-то стало плохо, наоборот, чтобы, может быть, освобождали быстрее бы проезжую часть. Я думаю, что это такой фактор, что не должно никого смущать. Если кто хочет спать, он и уснет. Экологически чистые продукты по приемлемой цене. Больше чем на 270 миллионов тенге реализовали в прошлом году продукцию сельские жители региона. Ярмарки регулярно проходили в выходные дни на четырех рынках областного центра. А в октябре традиционно североказахстанцы представили широкий ассортимент сельхозтоваров в столице. В ней приняли участие порядка 115 наших предприятий. Представили больше ста наименований или свыше 700 тонн. Реализована продукция на 220 миллионов тенге. Более 200 уголовных дел, 86 фактов коррупции, 600 миллионов тенге материального ущерба. Специалисты антикоррупционной службы региона подвели итоги работы за 2019 год. Четырех взяточников приговорили к лишению свободы, 27 отделались штрафом. Между тем, Северный Казахстан в разрезе других областей страны по-прежнему продолжает находиться в статусе честного. Статистика показывает, уровень коррупции у нас значительно ниже, чем по стране. От угарного газа в своем доме погибла 49-летняя женщина. Это четвертый смертельный случай за первую неделю нового года. ЧП произошло в районе Подгоры в одном из частных домов. Огнеборцы прибыли на место через пять минут. Когда они попали в дом, обнаружили на диване бездыханное тело хозяйки. По предварительной версии она отравилась угарным газом. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров. Свел счеты с жизнью. 52-летний житель Петропавловска спрыгнул с девятиэтажного дома и погиб от полученных травм. Инцидент произошел по адресу Жукова, 13. По информации полицейских, мужчина проживал в одном из соседних домов. Тело обнаружили прохожие, после чего сразу же вызвали скорую помощь. Ведется досудебное расследование. Вместе с лайками набрали штрафов. Полицейские задержали группу молодых людей, которые катались по улицам города на надувном матрасе. Скандальное видео они распространили в соцсетях. Всех участников видео нашли и доставили в отдел полиции. Ими оказались жители Петропавловска, 19 и 20 лет. Водитель автомобиля постарше ему, 32. Наказание им придется нести сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Али Алиев покинул пост главного тренера Козелжара. Контракт уже экс-наставника Орлов подошел к концу еще в декабре прошлого года. По боюдному согласию сторону решили не продлевать соглашение. 39-летний специалист провел в Северном Казахстане 5 лет. Три года числился в составе команды, остальное время был в качестве главного тренера. Новым наставником футбольного клуба стал 44-летний молдавский специалист Вячеслав Руснак. Ранее он был главным тренером футбольного клуба на родине. Неоднократно становился чемпионом и призером Молдавии. А еще участвовал в групповом этапе Лиги Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова